Доброго времени суток всем любителям ионизирующих излучений! Пролог! Включаем прибор номер один, включаем прибор номер два. Пока приборы будут измерять фоновые значения, поскольку приборы на источниках ионизирующего излучения не установлены, то я хотел бы рассказать, чему я посвящаю данное видео. Итак, данное видео посвящено двум приборам одного производителя. Это дозиметры-радиометры под торговой маркой Тера. Причем с права представлена Тера-П+, в желтом корпусе слева представлена Тера-Черная, профессиональная, Тера МКС-05. Итак, оба прибора производятся в Украине на научно-производственном объединении Спарринг-Хвист-Центр и выпускается под торговой маркой Эко-Тест. Как мы видим, визуально приборы абсолютно одинаковы, как формой, так и весом и расположением органов управления. Кнопки у приборов расположены по бокам дозиметра с обеих сторон. Единственное отличие это в названии модели. Справа от вас Тера-П+, слева от вас Тера-Черная, профессиональная, и цветом корпуса. Как видим, у профессионального прибора корпус черного цвета, а у бытового прибора корпус желтого цвета. Итак, какая же разница между приборами помимо цвета корпуса и названия? Тера желтая относится к классу бытовых приборов Тера-П+, а Тера-Черная, Тера-МКС-05 относится к классу профессиональных приборов. И если взять данные, которые доступны на сайте производителя, там указано, что погрешность для желтого прибора Теры-П+, плюс-минус 25%, погрешность для черной Теры, плюс-минус 15%. Так ли это? Давайте проверим. Вот я включил оба прибора, и сейчас мы дождемся того момента, когда индикация не будет мигать. То есть дозиметр наберет достаточно данных, чтобы зафиксировать показания. И сравним показания обеих приборов на фоновых значениях. Ну, естественно, поскольку Тера-Черная, это профессиональный прибор, то она внесена в государственный реестр Украины, России, Казахстана, Болгарии и ряда других стран, и поэтому цена на данный дозиметр несколько выше, нежели на прибор желтого цвета, на Теру-П+. Как видим, показания Теры-П+, уже зафиксировались, то есть не мигает, Тера-Черная все еще производит набор статистических данных. Тера-П+, нам показывает 9 микроэнген в час, 8, упала до 8. Тера-Черная сейчас показывала 7, 6 микроэнген в час. Расхождение 2 микроэнгена в час на таком низком фоне, это не более чем погрешность измерения для данного прибора. Ну, для Теры-П+, либо для Теры. Если подождать еще некоторое время, то, как я думаю, оба прибора покажут практически одинаковое значение. Как мы видим, сейчас Тера-П+, показывает 7 микроэнген в час, 7, 8, Тера-Черная 6 микроэнген в час. Вот, смотрите, показательное показание, масло-масляное, прошу прощения, оба прибора через всего лишь несколько минут после включения показывают абсолютно одинаковые показания. 7, 7. Итак, давайте теперь проверим приборы на источнике ионизирующего излучения. Итак, берем любимый мой источник, К3А. Это источник от сцентиляционного прибора, контрольный источник на основе Кобальта 60-го. Две последние цифры, 86-й, 86-й, год выпуска источника, 86-й год. Знаменательный год, в этот год произошла авария на Чернобыльской АЭС. Итак, какую же активность данного контрольного источника покажет профессиональный прибор? Желтый прибор откладываем, устанавливаем источник под плюсом, то есть по центру счетчика профессионального прибора. Как мы видим, практически мгновенно прибор среагировал на источник. Включилась звуковая сигнализация, поскольку превышен паров в 30 мкг в час. И сейчас мы ждем до тех пор, пока показания дозиметра стабилизируются, то есть цифра на табло не будет мигать, поскольку мигающая цифра свидетельствует о том, что прибор находится в режиме набора статистических данных, необходимых ему для усреднения показаний. Ждем фиксации цифры. Попрошу обратить внимание, источник точечный, поэтому терра черная сейчас измеряет его, а терра P+, измеряет фон. Источник никаким образом не влияет на терру P+. Цифра все еще продолжает мигать, мы ждем, пока она стабилизируется. Ну вот, цифра практически стабильна. Фон данного источника порядка 90 мкг в час. 91, 92, 90, 89. Ну, если взять среднее арифметическое из этих показаний, это порядка 90 мкг в час. Ну и удобно запоминать. 90, будем считать, что фон данного источника 90 мкг в час. Произведем замер активности данного источника с помощью теперь желтого прибора. Постараемся также установить источник под центром геометрическим счетчика. и посмотрим за реакцией прибора. Как мы видим, терра желтая практически так же с такой же скоростью среагировала на источник, как и терра черная профессиональная. и начало измерение. Ну, дождемся теперь фиксации показаний. Фиксация показаний произошла. Те же самые показания, которые у черного профессионального прибора. 91, 93, 94, 91, 90. 90 мкг в час. То есть, оба прибора на одинаковом источнике показали абсолютно одинаковые значения. Что и следовало ожидать. Поэтому резюме данного видео будет таким. При абсолютно одинаковом функционале как у желтого прибора так и у черного даже несмотря на то, что терра P+, желтого цвета отнесена к классу бытовых приборов и похвастаться тем, что имеет сертификат соответствия и номер в государственном реестре не может, в отличие от терры черной профессиональной. Оба прибора имеют абсолютно одинаковый функционал и покажут вам, несмотря на то, что заявлено производителем разная погрешность измерения абсолютно одинаковые измерения. Поэтому резюмирую. Зачем платить больше если можно купить по достаточно более низкой цене желтый бытовой прибор нежели черный прибор? Встает законный вопрос а зачем тогда вообще создавался черный прибор профессиональный? Отвечая на него для того или для тех заинтересованных лиц скорее всего даже юридических лиц кому необходимо отдача или сдача либо предоставление отчетности в контролирующие органы они должны по законодательству использовать приборы которые внесены в государственный реестр поэтому черный профессиональный прибор скорее всего для тех кто будет использовать данные полученные с помощью этого дозиметра где-либо в официальном документообороте например предоставление статистики либо же судебных заседаниях где надо будет доказывать радиационный или показывать значение радиационного фона измеренного с помощью этого прибора если же вы собираетесь приобретать прибор для собственных нужд рекомендую вам присмотреться более к желтому прибору Терри П Плюс поскольку абсолютно тот же функционал у него как и у черного прибора благодарю за внимание всех вам благ и будьте осторожны условия до конца м и isp с к пр couldn't outro уб без